Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся с творчеством Эдуарда Николаевича Успенского и Бориса Владимировича Захадера. Борис Захадер известен как поэт, писатель и переводчик. Он научил говорить по-русски медвежонка Винни-Пуха, Мэри Поппинс, Алису, Питера Пена, героев сказок братьев Грин, сделав переводы этих книг. Борис Захадер – автор веселых и поучительных стихотворений, рассказов и сказок для детей. Многие герои книг Эдуарда Успенского вам тоже хорошо знакомы. Неразлучные друзья крокодил Генок и Чебурашка, хозяйственные пёс Шарик, кот Матроскин и дядя Фёдор, ответственный почтальон Печкин. А помните фильм «Там, на неведомых дорожках»? Мультфильмы «Антошка», трое из Простоквашина, Проверу и Анфису. Они сняты по произведениям Успенского. Сегодня мы познакомимся со стихотворением Эдуарда Успенского «Разгром». Перед чтением произведениям выясним значение слов. Налёт – нападение, атака. Обвал – падение оторвавшейся части чего-либо, обрушение. Узнать значение слова «разгром» вам поможет стихотворение. Откройте учебник на странице 73. Послушайте стихотворение. Эдуард Успенский, «Разгром». Мама приходит с работы, Мама снимает боты, Мама проходит в дом, Мама глядит кругом. «Был на квартиру налёт?» «Нет». «К нам заходил бегемот?» «Нет». «Может быть, дом не наш?» «Наш». «Может, не наш этаж?» «Наш». «Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко». «Значит, это не обвал?» «Нет». «Значит, слон не танцевал?» «Нет». «Очень рада». Оказалось, я напрасно волновалась. Прочитав стихотворение, я думаю, что вы сможете правильно выбрать слова, с помощью которых можно объяснить значение слова «разгром». Разгром – это разрушение, беспорядок. Вот такой беспорядок увидела мама из стихотворения «разгром», придя с работы. «Как вы думаете, мама догадалась, кто виноват в этом разгроме?» Она поняла, что в этом виноват её сын. Мама, конечно, огорчилась. Она могла бы рассердиться и отругать сына, но она отнеслась к его детским шалостям терпеливо. Задавая сыну шуточные вопросы, она хотела объяснить ему, что так нельзя себя вести дома. Прочитайте стихотворение ещё раз и найдите вопросы, которые мама задавала сыну. Для выполнения задания поставьте видео на паузу. Мама задавала сыну такие вопросы. «Был на квартиру налёт? К нам заходил бегемот? Может быть, дом не наш? Может, не наш этаж? Значит, это не обвал? Значит, слон не танцевал? Что должен был сделать герой стихотворения Эдуарда Успенского, чтобы порадовать свою маму? Он должен был навести порядок в квартире после игры со своим другом. И как бы тогда закончилась эта история? Давайте с помощью игры подбери рифму, это узнаем. Используя слова для справок, дополните каждую строчку, подходящую по смыслу словам. Для выполнения задания поставьте видео на паузу. Если бы мальчик сразу навёл порядок, то история, рассказанная героем стихотворения, закончилась бы так. Я немного поиграл, за собою всё убрал. Мама больше отдохнёт, будет меньше ей забот. Своим произведением Эдуард Успенский призывает читателей соблюдать правила поведения дома, проявлять уважение к родителям и быть воспитанными. А чему учит Борис Захадер в своём стихотворении с загадочным названием «Никто»? Мы узнаем, прочитав это стихотворение. Откруйте учебник на странице 74. Послушайте стихотворение «Борис Захадер» «Никто» Завёлся озорник у нас, горюет вся семья. В квартире от его проказ буквально нет житья. Никто с ним, правда, не знаком, Но знают все за то, что виноват всегда во всём лишь он один – никто. Кто, например, залез в буфет, Конфеты там нашёл, И все бумажки от конфет кто побросал под стол? Кто на обоях рисовал? Кто разорвал пальто? Кто, кто в папин стол свой нос совал? Никто, никто, никто. Никто – ужасный сорванец, Сказала строго мать. Его должны мы, наконец, Примерно наказать. Никто сегодня не пойдёт Ни в гости, ни в кино. Смеётесь вы, А нам с сестрой Ни капли не смешно. Ребята, вы, наверное, догадались, Что историю рассказывает мальчик. Он жалуется. У них в семье завёлся никто. Кто же этот никто? Как ещё его называет мальчик? Найдите эти слова в тексте. Для выполнения задания Поставьте видео на паузу И прочитайте стихотворение самостоятельно. Никто – озорник, сорванец. Сорванец – это ребёнок, Который шалит, балуется. Из-за него страдает семья. Завёлся озорник у нас. Горюет вся семья. В квартире от его проказ Буквально нет житья. Буквально нет житья – Значит, на самом деле трудно, тяжело. Какие шалости делает никто? Давайте найдём ответ в тексте. Залез в буфет. Буфет – кухонный шкаф. Конфеты там нашёл, И все бумажки от конфет Побросал под стол. На обоях рисовал. Разорвал пальто. В папин стол свой нос совал. Совать нос – вмешиваться не в своё дело. Мама, конечно, понимала, кто такой никто. Это брат и сестра, Которые перекладывали свою вину На выдуманного никто, Считая, что они не будут наказаны За свои проделки. Но перекладывание вины на никто Не спасает их от заслуженного наказания. Конечно, дети всё поняли, И теперь им не до смеха. Никто сегодня не пойдёт Ни в гости, ни в кино. Смеётесь вы, А нам с сестрой Ни капли не смешно. Мама решила наказать детей Не только за их проделки, Но и за то, Что они не смогли признать свою вину. Быть честными, воспитанными, Уметь отвечать за свои поступки – Этому учат мудрые стихотворения Эдуарда Успенского и Бориса Захадера. Читайте их. Читайте с удовольствием. КОНЕЦ